Да, для начала, ну поскольку я из Ульянска, и вполне возможно, многие не знают, что такое Equit. Equit это e-commerce стартап, нам уже около 10 лет, и вот сейчас у нас примерно вот такие показатели. E-commerce стартап это значит примерно то же самое, что гитхаб для девелоперов. Когда вы хотите где-то хранить свой код и что-то делать, вы идете на гитхаб, заводите там свой аккаунт, и за вас гитхаб делает всю магию. То же самое делаем мы, когда кто-то хочет в интернете что-то там продать, купить. То есть человек приходит к нам, заводит у нас аккаунт, и мы ему все обеспечиваем. И прямо сейчас у нас и команда большая, и по планете мы немножко размазались, вот, и кода уже там, наверное, миллиона два строк суммарно. Но давным-давно мы стартовали, да что ты, вот. Да, в 2012 году, ну вот мы на Java писали-писали, там отрелизились, не знаю, была Postgres база, Java сервис, какая-то там веб-морда. Все это здорово, но все это как бы, ну, есть у всех. И вот мы сидим где-то примерно в 2012 году, и мы понимаем, что вот у нас уже есть монолит, и в нем, по-моему, на тот момент примерно, по-моему, 400 тысяч строк кода. И если, а фич очень много, которые надо сделать, и если мы будем фичи дальше в этот же монолит лепить, то там через 2-3-4 года он станет не такой большой, что, наверное, просто нас под своей тяжестью задавит. И вот мы сидим в 2012 году и понимаем, так, микросервисы, надо как-то вот бить наш дивный монолит на какие-то более-менее независимые куски. Ну, и бить, и все новые фичи тоже пилить как бы вот там рядом. Но когда вы думаете о микросервисах, у вас сразу же, вот сразу же встает первый же вопрос, а как они друг с другом будут общаться? Ну, понятно, там, RPC. А какой RPC? Потому что их даже в 2012 году был некий выбор из довольно большого количества технологий. И когда вы думаете про RPC, вы сразу думаете, как минимум два вопроса всплывают. Их там больше, но главных два. Первый – это какой-то транспорт, не знаю, там, АШТП, плайн-сокеты, что угодно. Там какой-то брокер, если это асинхронный RPC. И второй вопрос – чем, собственно, вот ваши Java-объекты туда куда-то положить, в сокет ли, не знаю, в кавку или куда-то. И чем потом их оттуда достать, потому что с Java-объектами мало кто работает. Все обычно работают с байтами. И так, да, вот был у нас монолит. Да, надо строить RPC в 2012 году. И, с одной стороны, вроде есть, но, ну, понятно, что первый же вопрос, который, наверное, так вот, ну, чего тут? Берем REST, берем JSON. И поехали. Но, на мой взгляд, REST, в принципе, не подходит, чтобы строить внутренний RPC между сервисами. Это очень долго и очень негибко. То есть вы будете большую половину времени просто, не знаю, вот с этим REST как-то там трахаться. Надо взять что-то другое. Ну, понятно, что это не все варианты, но вот что-то такое есть. Вот, кстати, у меня вопрос. Кто вообще знает, что такое SOAP? Уходит эпоха. Хорошо. Это очень хорошо. Ну, и да, да, понятно, там в Java с первых же версий, с версии 1.0 есть встроенная прямо в Java сервисация. И давайте тоже, мне просто интересно, кто работал со встроенной в Java сервисацией? Вот сам брал объект, там опчик талк под стрим, туда писал байты, куда-то их клал потом. Да вы что, серьезно? Отлично. Да, есть Java RMI, и не спрашиваю тогда совсем, что это такое. Ну, короче, вот, и ты, когда на все это смотришь, какая-то все вот, как не смотри на вот что-то из этого, как бы с любой стороны жопа, как бы. И поэтому думали, 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 ну и решили потестировать. То есть, понятно, есть JSON, есть XML, ну и уже в те времена был протобаф. Был еще трифт, но поскольку они с протобафом очень близки, то я просто буду говорить про прото. Да, взяли парочку объектов, то есть, грубо говоря, у нас был сервис-биллинг, у него там есть объект подписка. Там условно 10 полей каких-то, и вот давайте эту подписку туда-сюда гонять. В JSON, в Jaxxp, это XML, ну и в протобаф. И вот так вот мы потестили, погоняли, и получилось, что ну протобаф всех сделал. Что, в общем-то, естественно. И у них на сайте даже там написано, что мы всех сделаем. В общем-то, не соврали. Он всех сделал, причем сильно. По скорости в 10х, по объему того байтового массива, который получился вообще, по-моему, раз в 30, что ли. То есть, какие-то такие прям очень серьезные цифры. И мы уже там практически все, ура, берем протобаф. Но потом кто-то вспомнил, что подождите, ну хорошо, вот у нас, мы наши объекты в байтовый массив-то перегоним. Но это же для RPC, потом мы их погоним по сети. А по сети очень хочется гонять сжатые объекты какие-то. Там газипом или чем, это уж не важно. Поэтому кто-то сказал там, подождите, давайте мы еще вот это вот, вот это вот все, туда еще насыпем сверху какой-нибудь газип. Насыпали. Да, взяли те же самые тестовые объекты, списки там, вот все, что было. И, там, грубо говоря, если прото, из прото, из объекта мы делаем массив байта, а потом этот массив байта еще засовываем в газип. И то же самое для JSON и XML. И картина сразу же изменилась. Ну потому что, так глядите, если у вас 20-килобайтный JSON получился, то вы не хотите его слать как есть, ну неважно, там, сокет или в Posh.tp. Потому что, когда дело идет о сети, речь идет о сети, то, скорее всего, гораздо выгоднее потратить какое-то время на вашем сервере и сжать этот тело этого запроса, чтобы условно с 20-килобайт там до 5-килобайт. Потому что это все окупится. Ну, сети медленные. Поэтому сжатие надо. И когда мы стали тестировать вместе со сжатием, получилось, что, в общем-то, протобав, он, конечно, все еще лидер, но совсем уже не такой. И, то есть, реально, по скорости он обгонял Gasson и Jax, там, ну, грубо говоря, полтора-два-два-два с половиной раза, что уже не 10 раз. По объему там было практически то же самое. Кто-то может удивиться, как может быть, допустим, XML и протобав по объему близки. Но, грубо говоря, вот берете XML, и там очень много вот этих тегов, открывающих и закрывающих, и они все повторяются. И поэтому MugZip их очень эффективно жмет. И поэтому там получается, ну, условно говоря, там процентов 10, наверное. То есть, там, прото-объект 4 килобайта, там, XML-объект, ну, не знаю, 4,5 килобайта. И уже не такая разница, как 4 килобайта или 40 килобайта. И поэтому думали-думали-думали и сказали, ну, ладно. Дело в том, что еще с прото, с ним же приходит целая инфраструктура. Как минимум, протокомпилятор, вот эти вот все внешние описания ваших данных. И получается, что, чтобы с ним начать работать, надо сделать некие еще подготовительные действия, грубо говоря, там, недели на две. Ну, хотя бы все объекты, которые вы хотите гонять, их надо в прото-файлах описать. Целая история. А мы уже все такие хотим на микросервисы, нам некогда думать, надо работать. Взяли Jaxp, все отлично, Java-объект прямо в него засовываешь, он тебе XML, с той стороны делаешь обратную операцию, красотища. И вот так мы жили. Взяли XML. То есть реально в 2012 году мы посмотрели, оценили, все посчитали и взяли XML. И вот так вот мы жили с этим Jaxp. И все было хорошо. И у нас там количество сервисов росло. Их было 5, потом 8, 10. И вот где-то через, да, наверное, пару лет, когда до сервисов стало штук 20, и у них стало очень разное на RPC, один из сервисов решил передать другому вот реально 20 мегабайт. Причем это просто картинка. То есть у нас есть спецсервис, который, например, картинки обрабатывает. И, ну вот, там один, другой решил пульнуть этот вот JPEG. И все стало снова плохо. Потому что, вот, кто знает, вот у вас есть байтовый массив, как он будет представлен JSON. В JSON каждый байт будет представлен текстом. То есть если у вас в байте, допустим, там значение 100, то это будут такие символы, как 1, 0, 0 и запятая. Там, если, допустим, минус 100, то еще минус добавится, да. То есть как минимум байт превращается в 5 байт. В XML тоже не очень все хорошо, потому что он все это конвертит в Base64. То есть сразу где-то процентов на 30 увеличивает. И было у нас 20 мегабайт, стало 26. И что самое обидное, кто-то может скажет, ну, ладно, стало 26, но вы же потом это все пожмете, и станет, ну, не знаю, мегабайт. Не станет, потому что это JPEG. Он уже сжат. И если бы JPEG можно было сжать еще сильнее, просто переведя его в Base64 и обработав GZIP, то создает телеформат, так бы и сделали. Но нет. То есть и получается, что у нас есть 20 мегабайт, которые прямо сейчас в нашем XML превращаются в 26. Ну, там, плюс-минус. А переход на GSON не вариант вообще. Ладно, вспомнили про протобав. Потому что 27 мегабайт, ну, давайте, это хотя бы останется 20-кой, а не 26. Ладно, взяли протобав. И получилось, что в наш этот вот самописный RPC, кроме XML, добавили еще протобав. Ну, вот такой зигзаг получился. Это было где-то, наверное, в году 2014. И вот, казалось бы, да, там все хорошо, XML. Мы его потестили, там, GZIP сверху. Два года жили. Много уже сервистов друг с другом, гамтриндела по XML. Все отлично было, просто отлично. Ты мог отлаживать это курлом, там, просто-то послал запрос, и вот он тебе оттуда приходил XML. То есть тебе прямо было видно, что тебе сервис ответил. С протобавом такого сделать нельзя. Ну, вот пришлось. То есть это был первый такой зигзаг. Как ты не бери XML, но, блин, вот в нашей инфраструктуре вылезала проблема с большими бинарными объектами. Ладно, добавили. То есть реально у нас стал такой RPC, как в нем появился протобав-костыль. Который говорил, что да, конечно, в XML, но если очень хочется, то можно объект в протобаве описать и тоже гонять его туда-сюда. Ладно, хорошо, все смирились. Ну, ну что, ну норм, ладно. Давайте. И дальше стали жить. Там сервисы писать, не знаю. Прошло два года, реально. И нам примерно лет 10 уже, вот плюс-минус. И прошло два года, и мы стали наши сервисы делать потихоньку стейтлесс. То есть так, чтобы они могли работать в любом количестве экземпляров. То есть, к примеру, там тот же же сервис биллинг, чтобы он не в одном экземпляре работал, а там два, три, пять, сколько надо. И самое сложное здесь, это управление стейтом, естественно. То есть стейт надо куда-то вовне вынести. Если у вас просто ваши сервисы работают с базой, то проблемы нет. То есть у вас одна база, и вы там один биллинг, второй, третий, пятый. Вот они все с этой базюлькой работают, и все хорошо. Но к тому времени уже у многих сервисов был какой-то кэш в памяти. И кэш в памяти не дает их сделать стейтлесс, что естественно. Поэтому кэш из памяти, из джавового хипа надо прям куда-то вытащить. Ну, понятно, куда там. Мем кэш, редис, таранту, или еще там что-то, не знаю, юхейзл каст. Ну, мы конкретно взяли редис. С инфраструктурной части мы как бы сделали все хорошо. Там консистент кольцо, консул как сервис, дискавери нам показывает, какая там редиска умерла, какая поднялась. Вот это все работает. Прямо отлично. Но редис, он тоже, он не работает с джава-объектами. Но он хочет какие-то байты. И опять спойл вопрос. Хорошо, вот мы хотим кэшировать наши джава-объекты в редиске. Как бы их нам в байтовые массивы перегонять? И, казалось бы, ответ должен быть очевиден, что у нас есть XML уже в нашей инфраструктуре. И прям он отлажен, мы там знаем все подводные камни. Все хорошо. За год это. У нас есть протобав. И тоже, казалось бы, все отлично. Вот протобъекты в байты. И все, здорово. Но как-то так вышло, что мы взяли JSON. Вообще, вот я когда писал этот доклад вчера вечером, я в Slack у коллег спросил, типа, ребята, а кто помнит, как так елы-палы получилось, что там в 2015-16, я не помню уже, вот у нас был протобав, был XML, как там появился JSON, откуда? Мне сказали, ты же это делал, вот иди сам и разбирайся. Я серьезно, я сидел, я думал, как вот, что там за мозговое изотмение было, что имея уже две сервизации, очень широко используемых, мы взяли третью. Ну, вот так получилось. Вполне возможно, потому что мы тогда уже использовали в Postgres'е JSON-B типы, и вполне возможно, какие-то важные объекты уже были вот под JSON заточены, и их же надо было в кэш положить. Вполне возможно, тогда это показалось отличной идеей, что, ну вот, сейчас мы тут быстренько сделаем, и все. Ну, и газип, да, да, почему нет? Тут и экономия на сетке, и в том числе экономия на памяти редисок, потому что редис все хранит тупо в памяти. Если там можно, грубо говоря, экономить 300% от памяти, сжав просто объект этот JSON, то, ну, то почему нет? Ну, и вот, ну и ладно. Наприкрутили, и тоже вроде стал полет нормальный. То есть живем, не знаю, очень много сервисов этим пользуются, отлично, блин, редиска очень быстрая, скелится опять же, потому что там консистентное кольцо. Консул помогает, прям вот, прям как у взрослых пацанов. И вот мы жили еще так пару лет, все хорошо, мы складывали в редис объекты, в JSON-е, жали их газипом, елки. Но опять, через пару лет вылез объект, который никто не предусмотрел. У нас давно в коде есть реально большой класс, в котором вот, вот примерно вот так вот и есть. В нем примерно 300 полей. Да. Ну, понятно, мы его писали всей командой, он не просто так появился такой, там, кто-то добавил 5 полей, кто-то 3, кто-то 8, кто-то там разошелся, пришел, двадцатку добавил. Причем, что самое плохое, он не просто плоский, то есть вот 300 полей, вот так вот, в 300 строчек, а он именно сложный, то есть там какой-то, в этом классе есть ссылки на другие классы, там еще, еще ветвление, и получается, наверное, глубина вложности, наверное, уровней 5, то есть вот от этого класса идешь, и вот так вот туда там внутрь, класс в класс в класс, там, не знаю, список классов, там еще что-нибудь такое. Вот. И, во-первых, он очень такой вот кустистый, а во-вторых, в нем реально много данных, примерно 20 килобайт. То есть такой здоровенный объект. И, когда мы его перевели на вот этот кэш в Ридисе, да, и примерно он, он нужен из Ридиса, ну, примерно там, ну, грубо говоря, в среднем от 1000 до 5000 раз в секунду. Надо его достать из Ридиски, дейсерализовать и что-то там с ним сделать. И, когда мы эту фичу выпустили, то все сервера, где мы ее включили, сразу же легли. Ну, ну, нееносно, просто вот, как выключились. И они все уперлись в процессор. Поскольку мы все хостим на Амазоне, то как бы наши админы сказали, господи, сейчас мы тут галочку там поставили и стартанули машину в два раза мощнее. Так же легли. Хорошо. Алгоритм понятен, действуем по нему. В четыре раза мощнее. Нет. В восемь раз мощнее. Нет. Машина ложится. Просто потому, что вот такой вот конский объект, вот такое количество раз на сервере, где сервизовать просто невозможно. То есть, он кладет, ну вот, в восемь раз мы машину увеличили, дальше понял, что, наверное, я вот не помню уже, то ли там машины кончились у Амазона, вот именно мощнее, то ли мы поняли, что надо остановиться, что это не факт, что это не тот метод, которым надо делать. Скорее всего, машины кончились просто у админов, то есть, там выше не было, а то мы, наверное, еще попробовали. Но стало понятно, что Gzip хорошо, JSON хорошо, но мы опять нашли такого вот, скажем так, черного лебедя, то есть, объект, который очень редко встречается, какое-то явление, но которое не укладывается в привычные рамки. Да, вот у нас в коде появился такой объект, и он не десерализуется быстро. Все, вот, точка, вот, 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 что ты хочешь делай, не получается. Понятно, что, наверное, здесь еще можно было что-то вот подшаманить, там, не в 8 раз увеличить, а там, не знаю, там, в 32 раза, но тут уже тупо денег жалко, потому что, вы, условно говоря, там, там тратили на вашей машине 10 тысяч долларов в месяц на Амазоне, это что теперь получается? 320 тысяч, то есть, как-то, не знаю, там, бухгалтер посмотрит на это и скажет, ребята, нет, вот, ну, не работает эта хрень. Ну, и, но, поскольку делать это надо, стали думать, хорошо, у нас там, там получается, вот мы из Redis, мы получаем поток байт, ну, где-то там, условно говоря, там, в 5 килобайт, мы его раззиповываем, из него получается 20 килобайт, JSON-а, и потом, из JSON-а мы делаем Java-объект, и оба этих техпроцесса тормозят, причем очень сильно, причем, что самое обидное, они это делают нелинейно, то есть, объект, который в 2 раза меньше, то есть, условно говоря, 150 полей и 10 килобайт, он будет сервизовываться и разжиматься не в 2 раза быстрее, там, условно, в 4 раза быстрее, в 6 раз быстрее, и чем меньше, тем лучше. Вот. Стали думать, что делать, потому что делать надо. Это мы не можем изменить, он реально нужен, вот именно с таким рейтом. Его размер – это очень долгая история, и 300 полей тоже. Это надо какой-то такой мега-рефакторинг, что нет. Ладно, давайте думать. Первый заход. Да. Так как там два процесса, это перевод в JSON и компрессия, и оба тормозят, то решили начать с того, что проще. Менять стерилизатор – это так себе идея, особенно когда ты в проде уже там, не знаю, 8 лет. Это долго. Поэтому решили, давайте попробуем там, газип на что-то более такое расслабленное, и поменять. Смотрели, 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 пробовали играться у газипа этими уровнями компрессии, бесполезно, но вполне возможно, где-то это там и работает, но вот в этом жаловом, в газипа output стриме и input стриме это не работает. Ну, либо как-то такие там мелочи, что их просто не видно. Взяли снапи. Google довольно давно уже сделал вот этот алгоритм сжатия. Он очень быстрый, но, конечно же, не такой эффективный, как газип. То есть он жмет не так мощно, но сильно быстрее там, на порядок. Взяли снапи. Да, отлично. Вместо газипа его все заработало сразу же. Под джаву есть отличная библиотека. Все, отлично. Релизим. Да, стало полегче. Мы упали не сразу же, а там минут через пять, наверное, когда пользователи на этот сервер пришли. Ну, однозначно прогресс. Потому что пять минут мы хотя бы пожили, мы хотя бы успели с этой машины снять там джейстег. хип-дамп, хер знает для чего. Вот. Мы хотя бы увидели, вот что, ага, понятно, кто тут тормозит. Ладно. Стали думать дальше. газип для этих объемов плохой, все понятно, хорошо. СНАПИ он заработал, прекрасно. Но машина один хрен ложится, даже вот которая увеличена там восемь раз. Не так быстро, но уверенно. Поэтому, да, все-таки, видимо, снова надо. То есть у нас, вот как раньше, ну, поскольку у нас уже есть опыт этих костылей, то есть был RPC с XML, в него потом пришел протобаф. Ну и здесь был кэш с джессоном. Ну давайте, ну что, по тем же рельсам вкрутим в него протобаф. И, да, вот этот конский объект на 300 полей вот с этой вот мега структурой тоже его в протофайле описали, все хорошо, но возникла беда, для которой потребовался плагин к протокомпилятору. Кто вообще работал с протобафом? Ну блин, а все остальные чем жмут? Джессан. Я с вами, пацаны, Джессан. Вот в чем нюанс протобаф, то есть как работает буквально на пальцах протобаф. Вы описываете в специальном файле некий объект и говорите, у этого объекта 15 полей. name типа string, не знаю, там age типа int, sex там типа boolean, и вот там, не знаю, вот так описываете, и он вам поэт, и есть специальная программа протокомпилятор, вы ей говорите, вот у меня тут протофайл, сгенерируй мне, пожалуйста, по этому абстрактному описанию java-классы. Ну там java-классы, c plus plus классы, python-классы, и что он там еще поддерживает? Ruby, по-моему, Swift, господи, PHP, наверное, что-то еще там есть, ну, короче, неважно. Вот он вам генерирует java-классы, вот с этими полями, как бы, но они очень страшные, то есть вот для класса, для там описания на 15 полей, где-то получается java-класс, наверное, тысяч на пять строчек, и в него внутрь смотреть не надо, потому что он там очень такой оптимизированный. Вот. Но вот в чем проблема. Да, для чего нам потребовался этот плагин? Для начала постулат. В данном случае, ну, вы, наверное, из геометрии помните, что постулат это то, что не надо доказывать, но в данном случае это то, что мне не хочется доказывать. Вот так вот. Представьте, что у вас в вашем проекте, где много кода, вот как у нас к этому моменту где-то, наверное, там миллион, миллион двести тысяч строчек, ну, что-то вот такое вот, там миллион сто может быть, ну, короче, уже такой довольно такой большой джава-проект получился. И вот этот наш конский класс на триста полей, он использовался, он был с нами с самого начала. Естественно, он использовался, вот когда в идее делаешь find usages, идея находит больше, по-моему, восьми тысяч, что ли, использований, то есть в разных, в разных местах. И дело в том, то протобав компилятор вам даст еще один класс рядом, если вы хотите их заменить, то получается, вы должны прийти во все эти тысячи мест и как-то творчески отрефакторить. Причем, желательно, одновременно все эти восемь тысяч мест, потому что по частям это релизить очень сложно. я не знаю, как рефакторить восемь тысяч мест в проекте, где кроме тебя еще херачат, допустим, 20 девелоперов в разных местах кода, потому что сколько будет мерш конфликтов хотя бы, пока ты вот это делаешь, не знаю. И дальше получается. А если у вас не Java, потому что у нас, допустим, весь новый код на Kotlin, там получается еще хуже, потому что в Kotlin ты привык, что у тебя там есть иммьютабл проперти, есть иммьютабл списки, классы, блин, типы, nullable, не nullable. И тебе это очень нравится, потому что в бизнес-коде все это тебе гарантирует компилятор, что здесь вот nullable string, например, или не nullable string. А вот этот вот страшный протобав объект, в нем этого нет ничего. И поэтому менять в чистом прекрасном Kotlin коде ваш вот какой-то класс на протобав сущность, это очень странно. Очень странно, и код будет вонять во всех местах, где вы это сделаете. Если у вас их 8 тысяч мест, ну, поздравляю, 8 тысяч мест. То есть вы пришли и так вот там талантливо насрали 8 тысяч мест по вашему проекту. Все это потом смержили, месяца два, наверное, вы мержили, потому что, ну, это же, вы же не можете работу выкинуть. Вы это мержили, 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 и ура, выкатили в прот. Если кто помнит фильм «Догма», там был такой дерьмодемон, вот он вылез и все испачкал. Вот примерно вот вы там в этой маске этот код пишете, что сейчас я вам, пацаны, так-так-так-так-так. Три месяца, там 8 тысяч мест, мерж конфликты, и все. Что команда скажет, я даже не знаю, что когда вот это увидят, что вместо, к примеру, Kotlin классов, где компилятор делает сотни проверок, у нас вдруг вот это возникло. Поэтому, а так как у нас уже очень много не Java кода, а Kotlin кода, то очень все это не хотелось сделать. И хотелось как-то вот из потока байт, да, и мы сделали еще плагин к протобав к компилятору, чтобы он нам эти проблемы решал. Плагин, он подключается к компилятору, компилятор это то, что из протоописания он делает вот этот вот страшный Java класс. К нему можно еще подключить плагин, чтобы он кроме страшного класса делал еще что-нибудь такое же страшное, но хотя бы рабочее. И в общем, да, мы сделали плагин. Вот представьте, что у нас есть уже давно-давно в коде какой-нибудь объект типа Customer. Вот он там с нами живет, у него там, не знаю, поля там, email, не знаю, там, паспорт, еще там что-нибудь. Безды, ну вот, короче, какой-то бизнес-объект. Но протокомпилятор вам сгенерирует вот примерно вот такой объект. Он внутри будет очень страшный, но данные-то ваши будут в нем. И вам бы хотелось, дело в том, что в коде примерно вот как будет, вы из кэша получаете поток байт. Потом из этого потока, ну, не поток байт, это массив байт. Потом из этого массива байт вы собственно делаете протообъект. Это все вот, все эти методы, все эти классы вам делает протокомпилятор. А потом вам хотелось бы из страшного протокастомера сделать ваш нормальный бизнес-кастомер и уже отдать его дальше куда-то там бизнес-код, чтобы он уже ходил там, не знаю, сколько ему надо с какими-то гарантиями, с проверками типов, там какой-нибудь, там может быть он даже иммьютабл у вас или какие-то поля у него иммьютабл. Ну, короче, вот все, что вы там понаписали, вот чтобы туда ушел бизнес-класс, а не протокласс. И вот эти методы нам генерируют наш плагин. Он берет proto-класс, берет наш класс и просто там делает простой маппер такой. То есть, если там 300 полей, то этой функции from proto будет там 300 строчек. То есть, грубо говоря, из поля proto.id переложи в поле customer.id. Из поля proto.name переложи там в customer.name. И это очень удобно. Ну, понятно, это все обложено тестами, чтобы не забыть. Вот. И после того, как мы это сделали, и вот для этого очень сложного объекта тоже в том числе сделали такие функции, получилось все, ну, более-менее изящно. То есть, вот все эти какашки, они не спрятаны в спецметодах, которые достают из кэш-объекта. То есть, бизнес-девелопер их не видит. Он сразу получает там своего кастомера или кого. Вот. Но если хочет, может там туда зайти и что-то подшаманить. Да, и заработало. Но опять же появился второй костыль. И тоже для протобафа. Первый костыль в RPC, второй костыль в библиотеке кэширования. То есть, и там, и там, из-за очень странных объектов, про которые мы не знали в самом начале, нам пришлось и тут, и там добавить поддержку протобафа. Да, все заработало. Этот объект по 20 килобайт, который нужен там 2-3 тысячи раз в секунду вычитывать из редиски, он стал абсолютно нормально вычитываться и перестал нам валить наши сервера. Все нормально. И вот я говорил, что было в 12-м году. В 12-м году был монолит и не было ничего. Ни внешнего кэша в редиске, ни какого-то RPC. Прямо сейчас ну примерно вот это вот. То есть, у нас реально сейчас микросервисы, их штук наверное около 50. Они, ну это именно сервисов, а там размазаны они примерно по двум, наверное, сотням серверов. По трем континентам, все это размазано, Штаты, Европа и Австралия. И вот примерный трафик в месяц, тот, который проходит через RPC и редисочные кэши. Там вместе и плюсы, то есть, и туда, и оттуда. То есть, где-то там, ну вот, соответственно, сотни терабайт в месяц все это обслуживает. Причем протобафа здесь еще не так, чтобы много. То есть, здесь он только для самых критических объектов. Большая часть все еще на XML и JSON. Ну, потому что это же надо взять какой-то там работающий метод и просто его переписать с XML на протобаф. Мы это медленно делаем, но в этом бизнес-ценности не очень много, поэтому медленно-медленно эмиграции есть на протобаф и GRPC. Вот. Да. Чуть-чуть выводов. Каждый раз, каждый раз, когда я кому-то говорил, что у нас вот как бы там большие объемы данных и мы все храним, ну, не все, а многое храним в XML или JSON, на меня очень странно смотрели, как бы, не, ну, плохих слов мне не говорили, потому что я, я довольно большой человек, вот, но смотрели очень странно, типа, как так, девятнадцатый год, или там, семнадцатый год, какой JSON, какой XML, вы че, какой XML, да, ну, понятно, там, джава головного мозга, XML, вот, но как, как показала наша практика, у нас сейчас уже довольно много трафика, очень много данных, куча клиентов, блин, XML, и JSON реально нормальные вещи. Думать надо. Понятно, что надо включать голову, там, когда вы что-то делаете. Да, GZIP тормоз. Наверное, вот GZIP, там, использовать смысла нет меньше всего. Ну, и да, на ваших данных, потому что, если бы мы сразу, допустим, взяли вот этот конский объект и попробовали его в JSON положить, наверное, мы бы сразу увидели, что это не работает, что это все очень долго, что ноут греется просто так, что взлетает. Наверное, мы бы тогда сразу бы задумались. Но если бы, но если бы сразу таким умным быть, то не так бы весело было все это писать. Вот. Еще раз скажу, что нормальный формат, потому что есть, на мой взгляд, в индустрии в последнее время некий такой фанатизм, что, ну, это просто плохо. Когда спрашиваешь, там, а чем плохо-то? Блин, нормальный чистый XMR или там нормальный чистый TG-song. Просто плохо и все. Ну, окей, а земля плоская, да, то есть, странно, странно. Да, на мой взгляд, фанатизм и инженерные специальности как-то слабо совместимы, но, вот. Ну, поэтому я просто шлю всех нахер, кто мне что-то говорит. я человек простой, вижу херню, шлю нахер, вот. Дальше. Да, но сейчас, когда вы пойдете там, куда-то, не знаю, там в Google, типа Google, Google, какой мне формат взять, у вас вылезет вот это и еще дохренища там, вот просто очень много. Трифт есть? Трифт. Хессиан вылезет, старый уже Burlap, еще кто-нибудь, господи. Вот реально, их очень много. Но самый такой, наверное, сейчас вот как-то это, ну, наверное, все и JSON, и протобав. Их очень много, и поэтому надо тестить на своих объемах данных. И я сейчас кратко скажу, наверное, на что имеет смысл обратить внимание. Исключительно по нашему опыту. Во-первых, где это может все использоваться? Где нужна сервализация? Во-первых, если у вас RPC, как-то данные гонять между ними. Потому что REST, это очень плохо. Вот именно для внутренней организации обмена. Дальше это кэш, где у вас там, не знаю, Redis, Memcash, кто-то там, и вот вы туда-сюда это все делаете. И третий вариант, наверное, это когда вы такие думаете, так, мы храним данные в Fosges, ну, или там, не знаю, в Марии, где-то там, в Орокле, не важно. И думаете, ну так, это все очень сложно скейлить, очень сложно шардить, как-то целая история. А давайте-ка мы все наши вот эти бизнес-данные, что мы храним в Fosges, к примеру, там, не знаю, 20 колонок, там какая-то таблица. Давайте мы просто ее засунем, к примеру, вот эту данную в Protobuf и положим в Cassandra. А Cassandra такие вылью. Но чтобы искать по ним, мы еще копии этого положим в Solar, к примеру. И по Solar будем быстро искать, получать одежники, потом их быстро из Cassandra вытаскивать. Вот здесь их где сервализовывать и там чего-то уже делать. Идея валидная, идея отличная, но здесь вам тоже понадобится какая-то быстрая сервализация и десерализация. И вот, это, наверное, три самых таких важных, самых таких больших примера, где это может, в принципе, понадобиться. И, собственно, на что надо посмотреть? Вот по нашему опыту. Я бы очень хотел сюда еще что-то бы дописать, но вот по нашему опыту надо как минимум потестировать, ну вот понятно, что на ваших объектах, а во-вторых, как минимум покрыть вот эти вот три кейса. То есть да, есть просто обычный какой-то объект, там маленький, ну три поля, пять полей, семь полей, неважно, он маленький. Второй кейс, у вас есть объект и в нем одно единственное поле, допустим, типа string, и в нем лежит 20 мегабайт текста. Вот это надо потестировать, потому что очень бывают неожиданные результаты, как мы уже видели. И да, сделайте какой-нибудь объект, вот реально конский, потому что, скорее всего, если у вас проект будет развиваться, у вас встретится что-то такое и потестируйте на нем. Это первое, что имеет смысл посмотреть, когда вы именно потестируете и смотрите, какую библиотеку вам взять. Второй, о чем тоже очень редко думают, это, ну вот, допустим, мы берем протобав или, не знаю, JSON и с помощью какой-то библиотеки делаем сервализацию, естественно, где сервализацию. И вот вопрос. Время, которое мы затрачиваем туда и обратно, это время как-то друг другу, оно равно или нет? Потому что есть библиотеки, где это время разное. И если вы тестируете, к примеру, только сервализацию из объектов в байты, а вам потом по факту понадобится, к примеру, из кэша вычитывать, где чтений гораздо больше, чем записи, и у этой библиотеки десервализация сильно медленней, то вы просто сядете в лужу. Это будет очень неприятно, особенно потому, что, скорее всего, вы узнаете об этом, когда вы уже будете в проде. Ну и вот это самые типичные вещи, где есть асимметрия в использовании сервализаторов. И если кэш какой-то, да, там в основном риды идут, то есть мы что-то один раз в кэш положили и потом, не знаю, тысячу раз вычитали. Там в основном десервализация. Второй вариант это, к примеру, вы какие-то там события пишете на диск в какое-то хранилище, какая-нибудь аналитика, к примеру, или логи. А уж будете вы это потом читать? Нет, ну это там, не знаю, как фишка ляжет. И тут, конечно, в основном сервализация. Ну, и в RPC есть и то, и то, потому что как бы RPC, он же, там же есть два конца. То есть вы с одной стороны сервализовали и с другой десервализовали. То есть здесь как бы один к одному получается. И тестировать вот на этих ваших всех объектах надо вот то, ну, желательно во всех трех вариантах, потому что где вы будете это использовать. Потому что, опять же, может быть очень-очень странно, но потому что есть на самом деле библиотеки и, допустим, даже GSON такой от Google, где время на сервизацию и десервизацию сильно отличается. И третий вариант, что вам надо посмотреть тоже обязательно, это как вы будете использовать его. То есть вот этот сервизатор, он будет использоваться в многопоточном окружении или преимущественно в однопоточном. Тут, казалось бы, есть вопрос такой, типа, а это для чего? Ну, потому что, какая разница? Разница здесь в том, что, опять же, мы за все вот эти вот наши 10 лет неоднократно натыкались на то, что где-то в дебрях сервизатора есть, к примеру, синхронист блок. И все. То есть ты его используешь, у тебя одновременно 100 потоков в него долбятся, ну, что-то там делать со своими объектами, а там где-то в его дебрях все упирается в это бутылочное горлышко и все. И переписать ты его особо, ну, во-первых, ты не хочешь, конечно же, это делать. А если же у вас, в принципе, в основном аналитика, ну, которая такая, как бы, данных много, но, скорее всего, 1, 2, 3 потока, то с этим проблем быть не может. То есть вот надо обязательно тестить, потому что если бы я все это знал раньше, то мы бы еще в 2012 году взяли бы протобэ и не занимались бы этой херней. Все, у меня все? Уложился. Вопросы? 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 Отменять каждые два года? Мы же, да, я понял вопрос. Был вопрос такой, что будет, если и в протобэфе мы упремемся в производительность? Мы же каждые два года мы все это меняем не от хорошей жизни. То есть мы во что-то упираемся, либо в какой-то очень большой объект, либо в очень такой разветвленный объект. И только поэтому меняем. Потому что если бы у нас все было хорошо, то мы бы остались еще в RPC на XML, а в кэше на JSON. Если мы упремся в производительность протобэфа, то хороший вопрос, потому что в принципе протобэф довольно хорошо оптимизирован. И вряд ли есть что-то, что лучше, чем протобэф на порядок. Да, есть флетбуфер, есть Cap'n Proto, как минимум два. Да. Он работает быстрее, он в отличие от протобэфа, он не копирует лишний раз данные, то есть у него зиро копии. Но когда я его смотрел, у него для Java была какая-то очень странная поддержка, такая какая-то неполноценная. То есть он сильно удивил вот тогда, года полтора назад. Сейчас вполне возможно он лучше, да, не могу сказать. Вероятно, да, может быть, но я надеюсь, я надеюсь, что у нас не появится третий костыль, что там вот XML, вот протобэф, а если уж совсем все плохо, ну вот флетбуфер. Не хотелось бы. вот, ну, ну, чего-нибудь думать будем, не знаю. Но вполне возможно там тогда мы уже реально там будем увеличивать наши сервера. Чего тоже не хотелось бы. да, вопрос был, если у нас таки все получилось, не хотим ли мы сейчас этот мега-класс как-то побить на куски. Я правильно понял вопрос? Желание есть, да. Как говорится, имея желание, не имея возможности, потому что если он используется, как я сказал уже, в нескольких тысячах мест, получается, что это тот же рефакторинг, и с ним надо доприйти в те же вот кучу-кучу мест и просто это сделать. И на это надо потратить, ну, условно говоря, там, не знаю, допустим, три месяца работа какого-нибудь одного не самого плохого разработчика. Ну, и, наверное, мы пока стараемся так, что мы сказали, ребята, давайте в этот класс больше ничего не писать. Понятно, что это не работает. И все пишут, ну, потому что удобный класс очень. Вот. Ну, а мы как-то как, ну, мы хотя бы ругаем, что, ну, кто опять? Ай-яй-яй. Там, знаете, как это там? Кто это сделал? Кто это сделал? Как кошку там вот эту. Вот. Очень хочется эту вот дуру на 300 полей как-то, блин, реально попилить. Но та же самая история, что мы не смогли это сделать при переводе на протобав, потому что это надо прийти во все места и поменять. Вот такой проект большой, блин. И сейчас, чтобы делал латерфакторинг тоже как-то вот. Мы, наверное, его ставим как есть на 300 полей, а рядом что-нибудь еще родим такое, куда будем складывать еще там следующие поля. И, кстати, кому интересно, кто с протобавом работал, вот это протоописание вот этого объекта на 300 полей, оно добавило нам примерно 200 тысяч исходников на Java. То есть вот 200 тысяч строк, то есть вот это вот 300 строк, этот объект, когда из него сделался протокласс, у нас в исходниках плюс 200 тысяч Java строк. Просто понятно, сгенерированных, но как бы от этого и идеи не легче, потому что она их один хрен индексирует. И компилятор стал немножечко помедленнее, потому что там плюс 200 тысяч. Но вот так вот, блин. Еще вопросы? Спасибо за доклад.